Наш Бог есть Бог порядка и устройства. Если порядка нет, там нет Бога. А что имени никто не сказал? Придете домой у себя и посмотрите порядок. Если там порядка нет, значит что? И Бога у вас нет, потому что Бог есть Бог. Порядка и устройство. Что? Перепроверьте свои дома, свои комнаты, перепроверьте ящики ваши, девчонки перепроверьте сумки ваши, что там у вас есть, чего нет, что творится. Мальчишки свои машины и багажники, особенно бардачки. Он не случайно называется бардачок, да? Вот там что хочешь, что только не валяется, там такой мусорник. Однако мы с вами дети Божьи, и у детей Божьих должно быть все в устройстве и порядке. Это тогда, когда Бог живет в нас. Тогда у тебя самому неприятно и неудобно поставить грязную посуду, чтобы она три дня стояла, там не помыть после себя чашку, или чтобы где-то вовремя не привести себя в порядок, не помыться. Это делает с нами Господь. Когда Он приходит, мы уже не можем так поступать. Мы думаем, что только нам нужно аккуратно говорить, не курить и не пить. В этом заключается весь Бог. Ничего подобного. Бог заключается от начала и до конца. Во всем Он заключается. Даже особенно вот в этих мелочах. И когда смотришь на человека, если он культурный, опрятный, красивый, то можно понять, что Бог в нем живет. Он аккуратно говорит, к нему приходишь домой, у него чисто и порядочно. А к другим приходишь вроде бы и верующий. Я как подзайдешь, то говорят, и ногу сломишь. Перекинешься через табуретки, которые стоят на проходе, там где-то вещи валяются, там зайдешь в спальню. Но это моя комната, сюда нельзя. А туда точно нельзя. Туда страшно нельзя вообще. Поэтому Бог есть Бог устройства и порядка. Служение – это самое важное время в нашей с вами жизни. А теперь скажите все Аминь. Не ваша работа, не ваши заботы, не ваш огород, а богослужение является самой важной частью твоей и моей жизни. Вот к чему ты должен готовиться с самого первого момента. И если ты идешь в собрание, то Бог говорит, что ты должен быть аккуратно вымытый, выбритый и чисто одетый специально для собрания, для богослужения. Даже если у тебя есть специальная одежда для богослужения, это очень хорошо. Если у тебя есть свой дресс-код, то это очень хорошо. И это правильно. Поэтому, когда мы идем на служение, должна быть подготовка всей недели. Потому что самой важной частью твоей и моей жизни является богослужение. Ты не можешь его игнорировать, ты не можешь его пропускать. Ты не можешь взять и не пойти, потому что это встреча с твоим Богом. И если тебе эта встреча неинтересна, то, поверь мне, Богу с тобой встречаться будет неинтересно скоро. И когда все поднимутся в осветение Господу, Богу с тобой будет неинтересно, и Он тебя не поднимет. А сам ты не поднимешься. Поэтому от того, как мы относимся к Богу, от того, как мы себя ведем, когда собираемся, как приходим, как здесь ведем себя, зависит наше отношение с Господом. Мы показываем Ему, либо мы Его почитаем, либо не почитаем Его. Поэтому будьте очень внимательны. Из мелочей складывается наша жизнь во Христе. Если дети нас не уважают, если, когда мы говорим, а они отворачиваются, себе пошел себя своими делами заниматься. Как неприятно отцу и матери, когда ребенок делает подобные вещи. Когда ты с ним говоришь, а он разворачивается и пошел себя. И ты ему, стой, вернись, я с тобой разговариваю. Так, куда там? Вот так примерно мы поступаем с Богом. Когда Бог хочет с нами говорить, а мы себе идем делать свои дела, заниматься, игнорим то, что Он хочет нам сказать. И мы Его не слышим. Бог есть Бог порядка и Бог устройства. Поэтому все должно быть обязательно у нас с вами в порядке. И весь народ сказал Аминь. В порядке должна быть и наша с вами речь. И кафедра – это Божий рупор. Это Божьи уста в любой церкви. Поэтому здесь нужно обязательно следить за своим лексиконом, за своими выражениями, за словами, чтобы нам не позорить это место. И чтобы отсюда не вылетало никаких жаргонов, никаких странных слов. Потому что это место вещания Божьего. Отсюда Господь вещает для нас с вами, чтобы мы услышали Его Слово и не закрывали свои ухо. А кто закрывает ухо от слышания Слова Божьего, написано, того и молитва мерзости. Когда ты захочешь помолиться Богу, то Бог посчитает молитву твою и мою мерзостью. Потому что когда Он говорит к нам, мы не желаем Его слушать, мы заняты. Но придет момент, все равно что тебе надо будет помолиться. Все равно обстоятельства заставят тебя обращаться к Богу. И когда ты помолишься, Бог говорит, то молитва твоя мерзость для меня. Потому что ты отворачиваешь ухо свое от слышания моих слов. Потому Он и говорит, когда идешь в Дом Божий, прежде всего, приготовься не столько к жертвоприношению, сколько к слышанию. Бог хочет, чтобы Его слушали и чтобы Его слышали. Сегодня нас слушает больше 300 тысяч человек во всем мире. Слушает нас, и люди хотят внимать и хотят услышать, что Бог хочет сегодня сказать. Потому я всегда, когда выхожу, я всегда в страхе и в трепете. Бог что-то собирается говорить людям, которые будут это слушать. Не только мы с вами, сидящие здесь в одном зале, но во всем мире люди слушают эти проповеди. И насколько это важно для нас с вами, чтобы и мы обязательно были с вами прислушаны. Чтоб и мы слушали. Сегодня у Бога есть слово к нам с вами. Слово очень интересное. Звучит оно примерно так. Книга Псалтырь. 104 Псалом. 15 стих. Не прикасайтесь к помазанным моим. И пророкам моим не делайте зла. Еще раз. Через царя Давида Дух Святой обращается ко всем людям. И Бог говорит не только верующим, но и неверующим. И язычникам, и иудеям, и еленам. Всем на свете. И христианам в том числе. Он говорит не прикасайтесь к помазанным моим. И пророкам моим не делайте зла. Это Божье жесткое предупреждение ко всем нам с вами. Мы не имеем права прикасаться к тем, кого Бог избрал на служение и кого помазал. Можно ли увидеть помазание на человеке? Оно видно или это только он знает и Бог знает, что он помазан? Разберемся. Предтеча Иисуса Христа, Иоанн Креститель. Он был помазанный? Или он был просто человек, любящий Бога? Помазанный. Он был очень помазанный. И он был тот, кто должен приготовить путь к Господу. О нем написано в Слове Божьем. И одни приняли его, а другие не стали его принимать. Но он был помазан. В чем было видно его помазание? В силе его служения. Написано, что люди приходили со всех окрестностей, из других городов и селений, чтобы в Иордане исповедовать свои грехи и креститься у Иоанна Крестителя. Весь Израиль и за пределья его пришли в движение, чтобы прийти к Иоанну, исповедовать у Иоанна грехи свои, и чтобы Иоанн покрестил их в Иордане. Кроме тех, которые приходили за сотни километров, туда же пришел наш Господь Иисус Христос. Помните? Он пришел по воде, а Иоанн говорит, вот идет Агнец, который понесет на себе грех всего мира. Я не достоин развязать ремень на его сандалиях. Иисус подходит к нему и собирается у него креститься, а Иоанн ему говорит, «Я должен у тебя креститься, Господи!» Этот помазанный человек увидел Иисуса Христа, узнал его и сказал, «Я должен креститься у тебя». А Иисус ему говорит, «Всякая истина должна исполниться до конца крести». Иоанн креститель крестил самого Иисуса. И когда Иисус вышел из воды, Дух Святой сошел на него телесно в виде голубя, чтобы все увидели, что это Сын Божий Иисус Христос. Было видно помазание на Иисусе Христе? Было видно, правда? А на Давиде было видно помазание или не было видно? С самого первого момента. Во-первых, когда он писал песни для Бога, и нужно было возвратить овцу, когда ее медведь или леву носил, он, будучи молоденьким парнем, ломал льва и ломал медведя. И забирал не овцу. Это помазание или нет? Или он такой просто был сильный, здоровенный мужик? Библия говорит, что он был самый обыкновенный. Что он был самый простой, ничем не отличающийся, не был похожий на культуриста. Или на огромного сильного мужика. Израильский народ стоял против Голиафа. И никто не выходил. Вышел этот мальчишка. И он говорит Голиафу, этому огромному, который в три раза выше его. И сказано, военный от самого своего детства. И Давид, пастушок маленький. А я, говорит, на тебя вышел с прощой или с чем? С именем Господнем, он говорит. И мы видим, кто-то посмеялся. Говорит, сейчас я тебя отдам на сидение птицам. Подожди, иди сюда ближе. И пока он там умничал, в этот момент уже камень врезался ему в лоб. И он упал без дыханы. И остался без головы. Это помазание или это ловкость Давида? Это помазание. Это помазание, которое пребывало на нем всю его жизнь. И я знаю, что, может быть, где-то Давид имел свои проблемы, и где-то совершал ошибки, и где-то даже сделал грехи. Однако он помазан, и никто не имеет права его судить. Это правда или нет? Правда или нет? Правда. Почему? Потому что Бог сказал, не прикасайтесь к помазанным моим. Я разберусь сам с ними, говорит Господь. Я с ними разберусь сам. Разобрался Бог с Давидом или нет? Разбирался сам лично. И никто не должен был разбираться с Давидом, кроме самого Бога. Почему? Потому что Бог помазал его для себя. Не для тебя, не для меня, не для его собственной мамы, которая его так сильно любила. Бог помазал его для себя. И никто, кроме Бога, не имеет права к нему прикасаться. Да, может быть, он делал глупости. Я вам уже рассказывал про одного человека, который живет в России, в Краснодаре, который вышел на кафедру и начал поносить Давида. Какой он был блудник, какой он был бессовестный, что даже убил человека из-за похоти своей. И у меня волосы становились дыбом и на голове, и на теле моем, когда он говорил и поносил Давида. И я понимал, что этот человек навлекает на себя беду. Года не прошло, как этот человек впал в блуд, остался без служения, без церкви, без всего. Почему? Не прикасайтесь к помазанным моим. Бог разберется с Давидом сам. И если он помазал Давида, ты не имеешь права о нем говорить превратно и плохо. Нравится тебе это или не нравится? И это очень серьезное предупреждение. И видя того человека, который до сегодняшнего дня так и не выровнялся, мне приходилось с ним беседовать. Он даже хотел наложить на себя руки несколько раз. Он все это проходит, потому что прикасается к помазанным Божьим. Нельзя было говорить ничего на Давида плохого, потому что это помазанник Божий. Может быть, мы и не согласны с некоторыми действиями, но Бог накажет его сам. И не мне наказывать Давида. Мне брать с Давида пример, потому что Бог сказал муж по сердцу моему. Так сказал Бог про Давида. Значит, я не могу его осуждать, не могу делать своих собственных суждений по поводу Давида, потому что я не знаю его жизни. Бог знает, зачем попускал Давиду подобные вещи. И мы знаем с вами, что Давид никогда два раза не согрешал одним грехом. Если он и впадал в что-то, если что-то и случалось, это было только один раз. И если Давид каялся, то это было искренне и по-настоящему навсегда. Не так, как мы с тобой. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. И бывает из-за одного и того же греха мы приходим месяц, два месяца, год, ходим с одним и тем же грехом и все время каемся, каемся. Давид, если и согрешил, покаялся и искоренил. И ходил в страхе Божьем, всегда ходил перед Господом в трепете и в смирении. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим. Не делайте никакого зла. Почему сегодня я говорю с вами на эту тему и почему Бог даровал эту тему мне, специально, чтобы я сказал сегодня, по причине того, что всем нам предстать перед Богом. Времени осталось очень мало. И мы скоро все предстанем перед Господом. Кто-то гораздо быстрее, кто вознесется и предстанет перед своим Спасителем, пойдет на небо, в осретение Господу, на облаках с ним встретится и вечно с ним будет, как написано в Библии. А кто-то чуть-чуть больше, чуть позже, предстанет перед Богом уже на суд, для того, чтобы получить осуждение, потому что остался здесь, прошел через скорбь, а может быть и не прошел, но предстанет перед Богом и ответит, почему остался и почему проходил эту скорбь, которая была для нечестивцев и для израильского народа. И если ты хочешь предстать перед Богом, то тебе нужно быть так внимательным к тому, что ты говоришь о тех, кого Бог помазал. Что ты говоришь вообще о людях. Иногда мы и не знаем, что человек помазанный Богом, что он поставлен Богом, имеет служение, имеет Божье благословение, а мы его осуждаем. И мы делаем свое осуждение, потому что нам что-то не нравится. И по собственному желанию мы его судим. И я хочу с вами сразу же вспомнить пример нашего Иисуса Христа. Он пришел и исцелял больных. Он изгонял бесов. Он проповедовал Евангелие. И мы читаем и завораживаемся его чудесами, его любовью к людям. Мы завораживаемся тем, насколько он пришел для заблудших овец Израиля. Как он переживал и плакал за этот народ. Сколько он старался вложить себя в этот народ, который его не принял. Но на то была воля Божия. Но что мы видим? Чем больше он трудился, чем больше он исцелял и изгонял бесам, тем больше на него поднимались его враги. Тем сильнее они говорили, что он делает это к чьей силой? Силой Вильзеву. Как можно исцелить с рождения хромого, кривого человека или глухого? И сказать, что это сделал Вильзеву. И люди шли к нему тысячами, и он всех исцелял и изгонял из всех бесов. И тем не менее они сказали. Он это делает силой Вильзеву. А почему? А потому что он сидит с грешниками. Не в президиуме сидит с очень важными людьми. А он сидит с обыкновенными людьми. Сидит с теми самыми мытарями, с грешниками, с блудницами. Иисус повернулся к ним и сказал. Вы знаете, что эти блудницы, блудники и мытари идут впереди вас. Почему он так сказал? Они фарисеи, учителя закона. Они ходят в специальных одеждах, останавливаются и молятся. Они в Слове Божьем, так сказать, пребывают. А он им говорит. А вот эти блудники и прелюбодеи идут впереди вас. Умников и самоправедников. И когда они говорят, что он делает это силой Велизеула, он начинает им говорить, что хула на Бога или на Сына простится, если покарится. А вот хула на Духа Святого не простится ни в этой жизни, ни в следующей. И предупреждает их. Он не говорит им, как похулить Духа Святого. И правильно, что он этого не делает. Что он не рассказывает, как делать этот грех. Но он предупреждает их, что когда вы осуждаете того, кто действует в силе Божьей, начинаете его осуждать, то вы можете похулить Духа Святого. И вам не будет прощения ни в этой жизни, ни в следующей. Когда вы смотрите на дела великие Божьи, которые Бог делает через своих помазанников, и вдруг вы начинаете делать свое суждение, и говорит, что он недостойный, что он плохой, что он скверный, или он неправильно делает, или он делает это не по букве закона, ни по букве закона. Как сегодня все цепляются за букву закона? Мне много пришлось проездить. И всегда находились книжники и фарисеи, которые цеплялись за каждую букву в моей проповеди. Они не слушали, о чем я говорил. Они цеплялись за каждую букву, чтобы потом прийти и сказать, а вот там написано другое слово. Смысл не менялся, но нужно было четко цепляться за букву. И так делали во времена Иисуса Христа, тоже так творили. Не слушали Его, а специально хотели уловить Его в чем-нибудь. И специально Его испытывали, искушали Его для того, чтобы найти в Нем какой-то грех, какую-то вину. И такие люди есть всегда. И есть такие люди, которые слушают, смотрят, а сами выискают, за что бы придраться. И вот таким людям хочется сказать, вы знаете, что вы стоите на грани между тем, чтобы стать противниками Богу, а даже может и похулить Духа Святого. Потому что делать свои суждения, выносить свой суд, по своим вкусам и по своим нравам, это очень опасно. И пример Иисуса Христа, для нас с вами, очень важный. Он их спрашивает, скажите мне, крещение Иоаннова было с небес или человеческое? И написано, что они отвернулись от Него и стали между собой рассуждать, эти фарисеи, эти книжники, буквоеды. Если мы скажем, что с небес, то Он нам скажет, почему же вы не послушались и не пошли к Нему креститься? А если скажем, что сам по себе ходит, по-человечески это делает, то люди побьют нас камнями, потому что все знают, что Он пророк. Они поворачиваются к Нему, говорят, не знаем. Он говорит им, и я вам не скажу, чьей силой я это делаю. Я хочу, чтобы никто из вас не занимался осуждениями и осуждениями людей, потому что в последнее время Бог сказал, что нам нужно делать? Вникать в себя и в учение. Бог сказал тебе и мне, чтобы я вникал в себя, и ты вникал в себя, чтобы ты не полоскал кости чьи-то. Давид говорит, некоторые специально делают, изучая даже чужую жизнь и влазят в семейные отношения, даже в грязное белье, и то копаются и лезут для того, чтобы что-нибудь для себя там откопать. Зачем мне это надо? Я хочу иметь отношение с Господом. Для меня это самое важное. С другим человеком кто будет разбираться, я или Бог? Бог разберется с ним. Но страшно, если человек избран Богом, помазан, а я начинаю делать свои суждения, то так недалеко и до того, чтобы похулить Духа Святого. Это очень опасно. И хочу вам тоже всем сказать, чтобы никогда вы никого не осуждали. Пусть никто там, что там происходит, у кого и где и как, Господь разберется. Лучше помолитесь об этом человеке. Если что-то он делает неправильно, лучше помолитесь об этом человеке. Но ни в коем случае не делайте своих выводов и суждений, что он на дьявол работает, что он говорит не Духом Святым, что это не Бог через него говорит. Это очень опасно. Есть такой певец, Майкл Дабл Ю Смит. Его знают все, во всех церквях. Его песни поют во всем мире. Они переведены на сотни языков. Это самый благословенный и самый более всего исполняемый певец, который написал множество песен для Бога. Он полгода пишет песни для Бога. Молится, трудится, записывает их. А потом полгода он ездит по всем странам для того, чтобы проводить евангелизацию, для того, чтобы пришли люди и проповедовать Христа, петь песни. И тысячи, десятки тысяч людей покаялись на его служениях. Нет церкви в мире, которая бы не пела его песни. Есть церкви, которые не знают, что они поют песни Дабл Ю Смита. Есть такие церкви. Мы даже половину песен из тех, которые мы поем, мы даже не знаем, что мне кажется, Майкл Дабл Ю Смита. Этого человека, знаете, кем он был? Наркоманом. Причем он не только наркотики употреблял, он еще смешивал их с алкоголем. Говорят, что это самое худшее, что только может быть, когда наркоман уже начинает смешивать алкоголь и наркотики все вместе. Он докатился до такого состояния, что он уже смешивал алкоголь с наркотиками и не мог с этого выйти, будучи молодым парнем. До этого он ходил в церковь, когда был ребенком. Посещал церковь. Ему нравилось, когда пели песни. Он играл на пианино, подбирал эти песни, пел их. Когда чуть подрос, и в школе он отпал от Бога и начал грешить. Причем так сильно впал в грех. И вот так вот он сидел на улице в темном переулке в ожидании, что кто-нибудь кинет ему что-нибудь, потому что не есть, нечего было. И он был постоянно в этом угаре. И проходил мимо Билигрэм. И он увидел этого парня. И он решил ему помочь. В его страшном состоянии, в наркотическом опьянении Билигрэм взял его к себе. Вымол, вычистил. Вместе с ним начал молиться. Что вы думаете? Бог совершил чудо. Бог поднял этого человека из такой наркомании, из такого состояния, что даже не хотели прикасаться к нему никто. И этот человек стал самым известным певцом и композитором в христианском мире. Больше всего песен это Майкл Даббл и Смит. А вот что бывает, когда Бог берет в свои руки любого человека, даже самого худшего. А он так и делает. Он берет не самых лучших, он берет самых худших. Он берет, и чтобы постыдить самых лучших, самых умных, самых дерзких, он берет самое худшее и делает из него самое лучшее. И он сделал из Даббл и Смита бриллиант. Этот человек объездил весь мир тысячи, тысячи раз на огромных служениях. Он был и у нас в Украине. Чуть больше шести лет назад мы с вами были во Львове. И там была большая евангелизация. Это был Фрэнклин Грэм. Это был сын Билли Грэма. И там 50-тысячный стадион был полностью забитый людьми. Съехали со всех частей Украины для того, чтобы привести неверующих людей, для того, чтобы приехать самим и участвовать в этом огромном празднике Христа. На этом празднике был и Майкл Дабл Ю Смит. И он открывал это служение вместе с огромным тысячным хором. Там даже двухтысячный был, да? И было 2015 человек ровно столько, сколько был год. Как раз 2015 год был. И в хоре сидело 2015 человек. И они пели под музыку Майкла Дабл Ю Смита. И весь стадион пел. В конце, когда закончилось богослужение, был концерт Майкла Дабл Ю Смита. И вся молодежь хлынула наперед, для того, чтобы увидеть ближе и попеть те песни, которые мы так хорошо знаем. Что вы думаете? Приехали некоторые люди из села. Я не боюсь этого слова. Люди, которые выросли на своих традиционных песнях и на своем понимании. И вот, если что, немножко отличается от их села, это уже все уже. Это уже от Вильзевула. И этот человек, которого слушает весь мир и на его песнях покаялись десятки тысяч людей, вдруг в один момент стал от Вильзевула. И они тут же его осудили. И сказали, на что они позвали этого дискотечника? что это за песня? И они тут же осудили этого человека и все. Вот такое было служение и все испортили этим Майклом Даббл и Смитом. В то время как десятки тысяч вышли наперед, чтобы послушать, попеть и прославить Господа вместе с ним. Но если это отличается от моего колхоза, это от Вильзевула. Я не хочу обидеть никого, кто живет в селе. Я хочу сказать тем, которые живут в своем узком тесном кругу, что как легко не цепляют ярлыки и как легко не осуждают тех, кого помазал Господь. Как было неприятно слушать, когда я сам лично вырос на этих песнях и пел эти песни с самого первого момента, когда я покаялся. Для меня это были лучшие песни. Я с удовольствием их пел. Их играл на нашу молодежь под гитары. Мы это исполняли в лагерях. Это было на этих самых на евангелизациях. Мы пели все эти песни. И вдруг, когда я услышал, что они говорят, что это вообще какая-то бесня, то мне было страшно. У меня просто, я не мог понять, как можно делать подобные выводы. И как люди не боятся такое, говорит, про того, кого помазал Господь. Достал из худшего состояния и сделал человеком известным во всем мире. В каждой песне там Дух Святой. В каждой песне там талант Божий, который вложен в этого человека. Я хочу сказать вам сегодня, что когда мы стоим на пороге вечности, то нужно ли нам кого-то осуждать? Ни в коем случае. Особенно, если мы не знаем, если мы не понимаем, если с человеком не знакомы, если нам соседка сказала, как-то сосед пришел и сказал, говорит, я, говорит, так люблю повороти. Лучча на повороте. Он так красиво поет. А сосед ему отвечает, а я не люблю его. Почему? А мне, говорит, мой сосед напел вчера этого Лучча на повороте. Я его не люблю. Он его никогда не слышал. Ему сосед напел песню Лучча на повороте. И тот не взлюбил повороте из-за того, что сосед так спел. Вот так получается в нашем христианстве. Кто-то где-то сказал, кто-то где-то чего-то запустил, И мы начинаем этим пользоваться и говорить так, как будто мы сами там были, сами стояли, сами в курсе. Как страшно, когда люди делают выводы и начинают говорить подобные вещи про людей, которые Бог избрал и помазал. Как страшно, когда мы с вами начинаем делать свой самосуд по своему вкусу и по своему нраву. А Иисус не ходил с балалайкой. Значит, никто на музыкальных инструментах больше играть не будет. У одного пастора есть только такое видение его, что он считает, что не должно быть никаких инструментов. И значит, все инструменты это от Вильзевула. В его церкви никто не может играть. В него стоит красивый рояль, шикарный, только для того, чтобы нажать там ноту, чтобы хор мог потом петь без инструментов и без музыки. И все, что под музыку, все от Вильзевула. Посмотрите на Давида опять. Посмотрите, какой был у него оркестр. Какое там было прославление, какой был огромадный хор, какие были кимвалы громогласные. Кимвалы громогласные – это огромные барабаны. И когда начинали играть эти кимвалы громогласные, их было слышно очень далеко. И люди сразу же собирались и слышали, если звучат кимвалы громогласные, надо сходиться, будет прославление. И люди и шли туда, где звучат эти громогласные кимвалы. Что сейчас? Все борются с барабанами. Нельзя ни в коем случае. И некоторые пастыра считают, что только единственно правильно – это собственный их невкус. И если им не нравятся барабаны, все барабаны от Вильзевула. Мы-то с вами знаем, что все музыкальные инструменты создал Господь. И написано, что даже сделал таких вот мудрецов и мастеров, которые делали эти музыкальные инструменты. Скрипка Страдивари до сих пор ценится в миллионы долларов. Человек один раз сделал скрипку. Прошло уже больше 400 лет или 300 лет. А она стоит миллионы, эта скрипка. Она звучит, удивительно звучит. Что такое скрипки 300 лет? Это, по идее, должна была рассыпаться уже. Она не рассыпалась и играет, и звучит так, как ни одна скрипка ныне. Это делал мастер. Разве это не от Бога талант? Это от Господа талант. И когда Бог кого-то помазывает для того, чтобы кто-то делал эти музыкальные инструменты, мы должны с вами быть внимательны к этому, потому что это Божий дар. А не осуждать и не решать вопросы, можно ли играть на скрипке, или можно ли играть на гитаре. У нас есть сестра, которая пришла из церкви, и вот у них в церкви на гитаре можно играть, но только перебором, боем нельзя. Все, это уже от Вильзевула. И ты слушаешь и удивляешься. Ну, как такое может быть? Разве гитара – это не Божий инструмент? Разве гармония – это не Божий инструмент? Когда орхестры были, разве это не Божьи? Как можно взять и сказать, что это от Вильзевула? Только потому, что тебе это не нравится. Я всегда удивляюсь тому, что люди считают, что если кто-то похлопал, значит, все, он уже самый худший грешник. А я читаю в Библии. Восплещите Богу руками все народы. Воскликните глазом радости. Ваше суждение не сочетается с тем, что написал сам Господь и сказал через того самого помазанного Давида. Бог говорит, восплещите мне все народы. И находятся служители, которые говорят, это в циркви заставляют хлопать. У нас тут не цирк. А это Бог сказал мне восплещить. А из-за таких, как некоторые братья, которые говорят, нельзя, нигде и ничего, живите по Библии, посмотрите по Слову Божьему. И может быть, этот мир быстрее взял все это и теперь плескает своими руками в цирке или, может быть, на футболе. А вы должны были плескать вашему Богу. И вы это запретили, потому что вам это не нравится. Потому что вы так считаете. А почему мне почитать, что говорит Бог в этом случае? Почему вы осуждаете то, о чем Бог сказал? Восплещите мне все народы. То есть захлопайте мне все народы и закричите в этот момент голосом радости. Но мы судим все, что Божье. Мы спешим поскорее судить. И я хочу, чтобы мы с вами не судили. Я хочу, чтобы мы с вами ни в коем случае не делали того, что делают сегодня многие люди, которые сами решают, где лжеучителя, где не лжеучителя, где настоящий проповедник, где ненастоящий проповедник. Не прикасайтесь к помазанным моим, говорит Господь. И если ты не понимаешь, то по делам их узнаешь. То посмотришь на их дела. Посмотрите на их дела. Посмотрите на этого певца и музыканта, которого песни поют и прославляют Бога весь мир. Весь мир без исключения. И как можно взять и сказать, что это от Вильзевула? Что это от дьявола? Как можно такие вещи делать? Иисус предупреждает об этом. Предупреждает тебя и меня. Давид предупреждает через Слово Божие, через пророчество, которое через него говорит. Предупреждает, что не судите. Чего не понимаете, не судите. Ни в коем случае этого не делайте. Потому что так можно дойти до осуждения Бога и все дела Божьи предать и сказать, что это руки дьявола. И можно потерять вечность. И можно не дойти. И в это последнее время можно не дойти. Поэтому пусть Бог разбирается сам. Кого помазал, пусть решает с ними вопросы. А вам я снова хочу повторить. Если человек плохой, а вы про него сказали хорошее, Бог никогда вас не накажет. Но если человек помазанный Богом, и вы про него льете грязь, то Бог найдет вас и обязательно накажет. Не прикасайтесь к помазанным его. Не судите людей, не делайте свои суждения, не распространяйте сплетни. Не носите, не переносите всего это, потому что иначе Бог найдет вас и накажет. Будьте очень внимательны и осторожны. А в последние дни Бог говорит, вникай в себя. Наблюдай за собой. И я хочу, чтобы мы с вами наблюдали за собой. Никого не осуждая, не делая никаких оценок, не давая никому, потому что судья только один. Это Бог. И он говорит, если ты начал давать всем оценку, если ты начал всех осуждать, то ты уже не просто человек, ты уже сам судья уже стал. И ты уже, минуя Бога, сам теперь судишь и принимаешь решение, кто прав, кто не прав. А Бог говорит, отдайте суд мне, я разберусь. Чего не понимаешь? Отдай в руки Божьи. Но не надо судить. Не надо принимать решение, что тебе вот эта вот песня не нравится, значит она от дьявола. Потому что ты привык только скрипку слушать. Или вообще, чтобы пели акапельным. Не надо решать таких вопросов. Потому что Бог придет и накажет тебя. Потому что у него есть гораздо больше возможностей, чем твой узкий взгляд из твоего села, из твоих пониманий, из твоего разумения, что ты вот дальше этого не прошел никуда, но ты принимаешь решение, что от Бога, а что от дьявола. Не принимайте подобных решений, не судите других, а наоборот. Ищите мира, пребывайте в мире, молитесь и благословляйте даже врагов ваших. Весь народ сказал армии. Слава нашему Господу. Тема очень глубокая, очень важная, потому что мы иногда думаем, что грехи это только кто матюкается, или кто курит, или запил. Я вспоминаю, когда мы читаем с вами Библию, и говорят, что Иисус пришел в синагогу, а они все ждут, будет он исцелять в субботу или нет. И уже все приготовились. Зачем им это надо? Чтобы его осудить. Чтобы найти в нем недостатки. И написано, а он знал их непомышления, выходит на середину и выводит человека с кривой сухой рукой. И спрашивают у них, можно ли исцелять в субботу? Ответ они знают, да? Нет, конечно. Один из руководителей синагоги сказал, нечего исцелять в субботу, есть другие дни, вот в них приходите, в них исцеляйтесь. А в субботу нечего этого делать в синагоге. А Иисус смотрит на них и сказано, что ему было, он, просто ему было жалко их. Насколько они черствые сердцем. Насколько они злые люди. И он берет и исцеляет этого человека. Специально в субботу, специально при них. Он исцеляет женщину горбатую точно так же. И говорит, разве не должно в субботу отпустить эту измученную женщину с ее горбом, отпустить и сделать ее нормальной. Разве это преступление? Но все осудили его. Осудили его учеников, когда они в субботу стали голодные, проходили мимо поля с пшеницей, сорвали несколько колосков, перетерли вот так вот, и эти зерна проглотили, чтобы как-то подкрепиться. И тут же увидели и сразу осудили. Христа судили за все, что только можно было. Пить нельзя, есть нельзя, ничего нельзя. А он говорит, сначала судили Иоанна Крестителя, потому что он не ест и не пьет с ним. Они его за это осудили. А когда увидели, что, говорит Иисус, я сижу с этими самыми, с мытарями и с грешниками, и ем с ними и пью, они осудили меня за это. Что бы ни делал, все равно осудят. Как бы ты ни сделал, все равно осудят. Есть такая еврейская сказка, рассказка такая, что когда дед с внуком идет с осленком, и вот посадил внука на осленка, сам идет рядом, довольный такой, сидят три женщины на скамейке. Уже выросла, говорит, дед идет рядом ногами своими, а оно молодое, едет на осле. Вот культура, ну. Кто же его так воспитывал? Дед услышал, быстро снял малого, сам сел на осла, доезжает до мужиков. Мужики тоже сидят, себе развалят и тоже, смотри, что делается. Уже сколько лет прожил и не понимаешь, что ребенка надо посадить на осла, потому что деде идет ногами, а ты здоровен, а ты идешь на осле, а деде рядом топчется. Он взял, поменял опять. Сколько он не ехал, столько его осуждали каждый раз. И это к тому, что угодить людям нельзя. Это невозможно. Поэтому кому нужно угодить? Богу. Нас будут осуждать, про нас своему плохо говорить. Это хорошо, потому что когда помой выливают под дерево, это не вредит ему. Это только делает ему больше роста и плодоносения. Хуже, когда мы с вами этим занимаемся. Вот тогда будет суд. Когда мы с вами осуждаем, когда мы с вами свое мнение ставим за истинно правильное, а потом еще и приписываем Богу, что как думаю я, как нравится мне, так нравится Богу. И Бог говорит, я смотрел на тебя, ты подумал, что я такой же, как и ты. Приду, говорит, и изобличу тебя. Все меряют Бога под себя. Вот Бог такой, как я. Вот Он понимает, как я понимаю, вот так понимает Бог. Это жутко. Ты должен понимать так, как Бог понимает. А не заставлять Бога, чтобы Он понимал, как ты. Поэтому будьте внимательны в этих вопросах. И еще раз, в это последнее время, никого не судите и не участвуйте в этих пересудах. Если кто придет к вам и будет осуждать, выгоните его. Потому что так Библия говорит, апостолы говорят, если кто придет к вам и не будет нести ни то учение, которое мы несли вам, то будет ему анафема. Если кто приходит, начинает вам обсуждать, кого-то осуждать, выгоните его, вы имеете право на это дело. Иначе будете вместе с ним в том же самом грехе. Сплетен, склок и осуждение. Да сохранит нас от этого Господь. Очень удивляет, когда люди говорят, что Иисус не ходил с балалайкой. Он не ходил с телефонами, Он не ездил на машине. Однако балалайку нельзя, но на машине все ездят. И все обязательно со смартфонами еще к тому же. И это обязательно. Но вот так сегодня смотрят человеки. Поэтому не суди и не судим будешь. Это главный вывод. Печаль по сердцу и замрет. Печаль по сердцу и замрет. Печаль по сердцу и замрет. Оставив шрам тяжелых дней, Утратить счет земных скорбей. Но Дух Святой утрёт слезу Тоску, печаль, развея всю Он знает боль, то ведь не ссор, Когда его был сын казнён Ему неведом муки жар, Здесь на земле растерзан дар Не думай и не говори, что не готов понять твои Печали подними свой взор На гору, что зовут Фобор На гору, что зовут Фобор Быть может, ноша тяжела Не расплескай обиды зла На ближних, что с тобой идут Они такой же крест несут Через горнила проведёт Душистым хлебом назовёт В тебя меня наш Бог Отец И даст заслуженный венец И даст заслуженный венец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok